здравствуйте дорогие друзья вы знаете у нас майсель сегодня по воскресеньям но сегодня праздник сегодня сегодня лагба омер вообще в день обычно тысячи тысячи людей едут на гору мирон к шамону бараяхаю но к сожалению как говорят наши мудрецы из-за грехов наших в этом году закрыта гора мирон она обстреливается ракетами это что-то должно нам все показать вот открыть глаза но мы не видим наше дело идти вперед известно что в день смерти человека его добрые дела и все что он сделал хорошего всю туру которую изучил в течение жизни заповеди хорошие которые он сделал находясь на земле собираются вместе и вызывают новый прилив божественного света именно этого дня благодаря этому человеку тем более это относится к праведнику такому особенно как рожки там это шимон бар яхай его свет написано несет благ от всего с тех пор и по сегодняшний день он был величайший человек обладавший невероятной любовью к людям и что очень важно он исправлял грех учеников арабия кивы которые погибли в эти дни пренебрежения друг другу он каждому относился очень как бы это ну по-человечески да и это выразилось в том что в день его кончины прекратились наказание прекратили смерть и в этот день этот день стал днем огромного веселья это день света день радости написано что сегодня не не берет объемная радость на небесах сегодня очень многие вещи сегодня можно просить просили уж вам бар яхай но я думаю что можно сегодня и так просили о детях просили всякие вещи потому что сегодня раскрывается небеса да и был такой например рабе авраам а леви что мы поняли суть этого дня он был великий человек такой ученика резали и он был вскоре погружен всегда о разрушении храма и все дни читал молитву который читает только раз в году очень там утешки там молитву в общем все время был в дикой печали и даже такие веселые дни он прочитал продолжал это делать в том числе и влагбаумер написано с неба что он был наказан за то что в этот день не веселился то есть почему же в субботу даже в шаббат он не не был наказан написал шнер залман альтер ребят что в день кончины праведника всевышний несет большую помощь получается как бы бонус для земли да да уходит праведник забирает грехи и бонус для земли а со дня лагбаумера начинает светить особый свет это свет дарование торы к шабуоту вот сегодня открывается новый свет его сегодня можно впитывать то есть сегодня за счет радости за счет того что ты принимаешь правильные решения за счет того что ты а исправление качества это обязательно написано что плохие качества хуже чем незнание торы то есть если человек плохими качествами внутри сильно гнилой и грязный начинает учить торы а тора она как ну как бы дает рост она она это удобрение и она взращивает человеке что если он не чистит себя одни сорняки поэтому написано что великий рабе авраам был наказан в этот день что потому что он не радовался нам-то надо обязательно радоваться нам-то теперь видно что это нужно это совершенно особый день лагбаумер он день отличающийся от всех дней счета амера 33 кто напоминает да и талмуд объяснял нам что вообще вот то что уносили жизни 24 тысячи учеников погибли рабе акиве было в том что они ну синам хинам не беспричинная ненависть главная причина разрушения храма и вы знаете вот то что мы сегодня не попадаем крабиша мумбар яхаю то что сегодня происходит в израиле это точная копия того что было абсолютно я вчера ездил беспричинная ненависть там показывает полстраны себе полоски одни за одни против в глазах ненависть готовы уничтожить друг друга в это время ракеты летят на страну в это время вы понимаете вот почему нам надо обязательно учиться у прошлого ничего мы не научились потому что ладно сегодня праздник спросите у любого еврея когда кончина великого авраама никто не знает и цхака не знает якова не знает а когда шамон бар яхая кончина все это сегодняшний лагбаумер чем же чем же шамон бар яха заслужил такое уникальное отношение вплоть до того что его в песнях даже именует наш господин да и чем замечательный наш сегодняшний день что в еврейском календаре его пометили вместе с хану кайпуриком сделали его народ сделал праздником и книга вот это заар которую принесла нам на эта великая книга если говорить одним словом нам открыть свет нам был открыт великий свет и понимание того что это не тупик что дальше есть намного намного более следующий мир следующий мир нам рассказали о том как построены мир и нам дали надежду это праздник надежды и праздник радости бархават слухам